всем привет друзья с вами канал power девайс и сейчас мы поговорим как улучшить камеру на вашем смартфоне и неважно какая у вас модель все это будет касаться абсолютно всех android смартфонов мои постоянные зрители и подписчики знают что не так давно я выпускал ролик и там показывал как легко подобрать на свой android смартфон g cam то есть google камеру именно под вашу модель смартфона многие пользователи под этим роликом в комментариях писали что 1 g cam недостаточно и нужен под нее конфиг и отчасти эти пользователи правы отчасти сама g cam может уже улучшить картинку на вашем смартфоне но если подобрать правильный конфиг под нее то фото может улучшиться в разы это факт и как вы уже друзья догадались это видео будет посвящено тому как подобрать правильный конфиг именно под вашу модель смартфона и под вашу g cam которую вы скачали к слову говоря если вы не видели тот ролик где я показывал как быстро и правильно подобрать google камеру именно под вашу модель смартфона то ссылку на него оставлю в описании под этим видео мы сейчас это снова с вами быстро проговорим но там будет более развернутый ответ в общем первое что мы делаем идем в play market в поиске в плей маркете пишем g cam downloader enhanced выбираем вот эту версию обратите внимание их здесь две вот эта версия неправильная здесь сплошная реклама я установил вот эту в 2 приложение установлено открываем его модель нашего устройства определена камера ту и пей включена значит все будет работать смотрим эту вкладку suggested version это рекомендуемые версии здесь их может быть несколько заходим сюда здесь предлагается скачать несколько джекам каждая из них должным образом должна установиться на ваш android смартфон например на свой redmi note 10 pro я качаю эту нажимаю скачать скачать сейчас у меня она уже скачена заранее вы нажимаете скачать и так google камера скачена далее переходим к правильным шагам по установке конфига и к его подбору под этим роликом в описании я оставлю ссылку вот на такое приложение скачать вы его сможете в моем telegram также пожалуйста не забудьте подписаться на мой telegram и так пойдем по шагам заново вы установили это приложение открываем его клацаем по вот этому окошку далее нажимаем на этот колокольчик чтобы он нас больше не беспокоил и делаем шаг назад теперь смотрите я сворачиваю это приложение и открываю первое джекам downloader enhanced и так в начале ролика я говорил что заходил suggested version рекомендуемая версия и скачивал вот эту версию м джи си восемь восемь 224 смотрите версии м джи си это камеры от разработчика без джи здесь вы можете найти всех разработчиков от которых можно скачать камеру открываю без джи это один из моих любимых видите м джи си допустим откроем шемим у него с джиком и так мы определились что м джи си которую я скачал эта камера от без джи теперь далее я смотрю какую камеру я скачивал версия восемь восемь запоминаем это все цифры запоминать не надо хотя бы первые две восемь восемь теперь идем во второе приложение которое вы скачивали у меня в telegram вот они все конфиге от авторов которые можно скачивать конфиг от без джи нажимаю на него здесь версия без джи 8 1 8 1 8 1 нам они не нужны идем вниз и ищем версию 8 8 эта камера которую мы скачали помните без джи 8 8 обратите внимание что конфигов здесь очень много и все они имеют свои настройки например без джи 8 и 8 подписан как пиксель 7 про а еще к примеру есть конфиг к версии 8.1 для instagram либо lumix в общем я для себя нахожу конфиг без джи от камеры 8 8 у вас должна также совпадать модель камеры и конфига я качаю этот конфиг пиксель 7 про у вас конечно это может быть другой конфиг нажимаю на эту стрелочку download файл сохранен в корневой раздел папка download gcam конфиг конечно друзья вы должны понимать что все это кастомные установки и возможно нужно подобрать несколько конфигов и несколько джи кам google камер какая-то из них явно окажется лучше чем предыдущие также например с помощью конфига я делал на своем redmi note 10 pro камеру в 216 мегапикселей и все это реально это никакие не выдумки в общем конфиг мы скачали отсюда выходим идем в проводник нажимаем хранилище это и есть корневая папка устройства в ней автоматом должна была создаться папка gcam конфиг и сюда скачиваются все наши конфиги из той программки которую вы скачивали у меня скаченный конфиг мы нашли далее шагаем назад нам нужно попасть обратно в хранилище в нашу корневую папку здесь друзья нам нужно создать новую папку нажимаем создать папку и называемые джи кам вот она новая папка у меня создана захожу в нее кстати возможно вы когда-то устанавливали себе google камеру и эта папка создавалась автоматически тогда ничего не меняем здесь у меня создана папка конфиг с 84 именно с помощью этого конфига я создавал фотографии на 216 мегапикселей но нам этот конфиг не нужен нам нужен другой в папке джи кам нажимаем еще создать одну папку и называем ее конфиг с 8 окей теперь идем назад заходим в папку download джи кам конфиг сюда скачиваются наши конфиге из приложения выделяем конфиг нажимаем переместить внутренний общий накопитель папка джи кам мы только что создавали папку конфиг с 8 выбираем ее перемещаем конфиг в эту папку все друзья практически все дело сделано теперь заходим в нашу скачанную google камеру делаем снимок без загруженного конфига чтобы сравнить это фото без загруженного конфига шагаем назад теперь отступаем от затвора немного правее и клацаем два раза вот поэтому пустому месту должно открыться такое меню но здесь друзья сразу скажу это меню может зависеть от версии вашей джи кам где-то конфиг нужно выбрать самому а где-то он подгружается самостоятельно и если конфиг не подошел к этой джи кам он вообще может не загрузиться такое тоже может быть в таком случае вам придется скачать еще одну какую-то другую версию google камеры итак у меня открывается данное меню мне нужно указать путь до нашего конфига это та же самая корневая папка здесь у нас есть папка джи кам помните ее конфиг с 8 суда мы ложили конфиг и выбираем этот конфиг клацаем по нему все теперь он загружен делаю еще одно фото с загруженным конфигом сравним фотографии это с конфигом а это без но конечно друзья через камеру и через свой монитор или экран вы не увидите разницу но я ее в живую вижу с конфигом цвета немного другие обратите внимание на то что конфиге есть как улучшающие фото например детализацию так и улучшающие просто цвет фото и так далее если хотите чтобы ваш смартфон через google камеру делал качественные фото конфиг нужно проверять их нужно тестировать несколько думаю здесь все понятно смотрите давайте приблизим фото которое без конфига вот на эту надпись она размыта а теперь открываем фото с конфигом и также приближаем на эту же надпись здесь она более четкая в общем друзья где брать google камеры именно под вашу модель смартфона я вам показал а теперь я вам показал где брать конфиге именно под вашу модель и под вашу скачанную google камеру надеюсь это видео заслуживает лайка подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать следующие интересные видео желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек увидимся в следующих роликах пока пока